Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас очень приятное видео. Это бьюти-подарочки на день рождения. 30 апреля у меня был день рождения, ну вы знаете, ролик выходил. Всем безумно благодарна за поздравление, очень приятно всегда. Давайте посмотрим, что мне подарили. Посмотрим, подарит ли мне что-то еще из бьюти, потому что я еще не со всеми успела встретиться, потому что на день рождения уезжала, то есть была не в городе, и, соответственно, еще не со всеми встретилась, кто хотел меня поздравить. Поэтому показываю то, что вот есть уже сейчас, то есть на один ролик тут уже точно набралось, поэтому смотрим. Давайте, значит, с мелочей. Куча тканевых масок. Значит, здесь у нас что, фармстей, ну это прям классика Кореи, да, с гранатом. Вот такие, с огурчиком две штуки, вот так, и с жемчугом. Когда-то прям часто покупала фармстей, а тут я как-то особо на них и не попадалась, поэтому приятно будем использовать. Дальше, фитобумб. Это у нас гидрогелевая, грейпфрут и красный апельсин для сияния с витамином С. Такая штука. Гидрогелевая прям интересно попробовать, должна быть клевая. И паровая маска для глаз с лавандой. Я прям очень хочу попробовать, потому что, вы знаете, я очень люблю вот эти штуки на глаза. Я исплю в атласной маске, а вот когда какие-то там перелеты или поезда, я вот очень люблю вот эти штуки. Не согревают, и ты вырубаешься прям просто отлично. И здесь именно с лавандой прям, ну, в общем, все для меня. Я очень рада. Дальше. Здесь у нас 4-5 продуктов для волос, и это еще не все. Значит, Глискур, протеины масла ши, восстанавливающая маска для поврежденных волос. Я вот на нее смотрю и думаю, была она у меня или нет. Вот не помню вообще. В общем, если кто-то пробовал, прям махните лапкой в комментариях, интересно. Интересно. Дальше. Бренд The Sime. Это у нас тоже Корея. Это у нас Repair Treatment. По-моему, это бальзам для восстановления волос там. Вот так это выглядит. Давненько я на него смотрела, но он что-то в магнит косметики, я помню, стоил 1000 рублей, 1800 рублей. Ну, то есть вот за такой объем прям как-то небюджетно. Ну, вообще, будет интересно попробовать. Дальше. Давненько у меня прям не было натуры Сибирики. И, пожалуйста, какая-то их новая линейка, белый кедр. Я что-то видела тоже, по-моему, в магнит косметике. Там, по-моему, есть еще что-то с ягодами, если я не ошибаюсь. Но там уже, по-моему, типа для тела, скраб, вот что-то такое. Для поврежденных волос, восстановления и питания. Интересно попробовать, потому что я в целом натуру Сибирику люблю. Мне и в шампуне, там, и кондиционеры, и маске все подходит. Плюс, соответственно, бессульфатник. Плюс я, соответственно, пока уезжала перед днем рождения, еще обновила кератин. Поэтому мне вот бессульфатная вся эта история. И Сибирика мне отлично помогает в этом. Ну, идти за ним такой. Прямо у них это кжель-кжель прикольно. Еще шампунь. Это у нас бренд Ultimate Maracan Organ Oil. Это штаты. По-моему, в Литуале представлен бренд. Но могу ошибаться. Значит, его называется мятный шампунь. То есть, ну, для меня, конечно же, с мятой. Ну, то есть, я точно буду рада такому. Очень интересно будет попробовать. Давайте попробуем что-либо подухать, как он будет пахнуть. Ну-ка. Ой. Да, и он, кстати, пахнет, я бы даже не сказала, что мятой, а он прям пахнет с каким-то сментолом, вот с холодком именно прям круто. Мне кажется, на лето будет отлично. Ну, и главное, вот он тоже, да, сульфат-фри. То, что мне надо. Кстати, еще одна банка не для волос, на удивление, а для лица. Это бренд Petal Fresh. Это, по-моему, тоже штаты, да. Раньше у меня, по-моему, от этого бренда почти ничего не было. Только какой-то лавандовый кондиционер, по-моему, для волос. Вот, по-моему, все. Это у нас какая-то охлаждающая, глубоко очищающая умывалка с чайным деревом и мятой. Ну, конечно же, это все мне надо. Это вот прям, мне кажется, на жару это зайдет отлично. Хотя, с учетом, какие были майские, какая холодина была в Москве, и не только в Москве, и вообще, мне кажется, у всех что-то в этот раз все померзли. Вот, ну, большая часть, да, сейчас мы не говорим, наверное, про Краснодар, там у вас, я надеюсь, все хорошо. Вот, но мы намерзлись. Поэтому на жару, я думаю, что будет отлично вот такая штука, будет глубоко очищать, да, с экстрактом чайного дерева и перечной мяты. Ну, прям отлично. А, зафольгировано. А так, кстати, интересно, не пахнет? Нет, через фольгу не пахнет. А ладно, пока не вскрываю, пока не актуально. Еще не настолько жарко. Еще мешок. Тут, прям, тяжелое. И куча всего для волос. Значит, целый набор. У меня, моя натучка, кто еще не видел, смотрим видео, да, с нашими совместными пустыми баночками, пошла учиться на прическе. Причем пошла учиться в ту же школу, где когда-то училась я сама. То есть там еще и, как бы, некоторые преподаватели остались прежние, и меня даже вспомнили спустя столько лет. Я училась в конце шестнадцатого года. Это было просто очень приятно. И я, соответственно, к ней две пары выходных подряд ходила моделью. И я ей предъявила и сказала, что, Наташа, я с тобой за эти две недели, вот пока, да, ходила эти выходные, я голову мыла чаще, чем в целом за месяц. Потому что я мою голову, там, типа, раз в четыре-пять дней. А здесь, получается, мне нужно было помыть. То есть и в пятницу, и в субботу после, значит, всего этого мероприятия. А потом еще и в воскресенье, либо в понедельник, чтобы вымыть. Потому что она же мне с укладочными, со стайлингом, там, с этими спреями, соль, не соль. То есть она меня намучила прям вот так. И, соответственно, все это нужно было смыть, и говорю, у меня из-за тебя расход шампуня вырос втрое просто. Она такая, окей. И на день рождения она мне дарит целую линейку от бренда My Muse. Я вам показывала в каком-то из последних видео. Короче, сошетку от этого шампуня она мне давала. И я его брала как раз в поездку, когда выезжала на первые майские на день рождения. И мне понравилось. Прям отлично. И он хорошо промыл. То есть, несмотря на то, что бессульфатник, отлично. И она, соответственно, мне взяла всю линейку. То есть здесь у нас шампунь увлажняющий и укрепляющий кондиционер. И к ним же в комплект тоже маску. И здесь смысл в том, что именно вот эта, она идет серия голубая. Для смешанных и жирных волос. То есть она хорошо очищает. Потому что обычно у меня бывает такое, что если очень увлажняющие какие-то или питающие шампуни, мне тяжеловато. То есть мне не хватает как-то вот ощущения свежести на голове. Хотя причем, ну, не скажу, что у меня супер жирные волосы. Сейчас на кератине, когда там первый месяц, еще они такие чуть пожирнее. Но и то все равно мне не нужно так часто мыть голову. Но, в общем, очень интересно будет потыть. Потому что у меня вот этот шампунь, в частности, лежал в корзине в отложенном, да, на озоне. Поэтому тут она говорит, вот тебе вся линейка. Ты же израсходовала кучу шампуня, пока ходила ко мне модель. Вот на тебе. Поэтому будем тестить. Ну, тем более, вся линейка круто. Так, еще сюда она положила органик китчен. Гель для душа и молочко для тела. Лимонный макарон и лимонная меренга. Это у них, по-моему, вот эти сеты подарочных наборов. Они там есть разные. Вот. И всякие вот именно с вкусно пахнущими ароматами. Давайте их понюхаем. Так. Вот так это выглядит. Ну-ка. Какой тугой пластик, блин. Можно было как-то и помягче, мне кажется, для геля для души сделать. Вот, наверное, выдавливать будет не очень удобно. Да, блин, это прям лимон. Ну, насчет макарон. Не знаю, лимонный. Ну, это что-то типа лимонные печеньки, лимонного бисквита. Что-то очень вкусное. А это лимонная меренда. Ну-ка, давайте попробуем. Ну, вот, кстати, молочко мне не так понравилось. Но, в целом, они похожи. Этот просто, видимо, просто за счет самой текстуры. Ну, все-таки молочко это не гель для душа. Вот. У него более какая-то вот эта вот молочно-йогуртовая какая-то нотка есть. Видимо, за счет этого мне немножечко она дает неприятные ассоциации. Дальше. Масочку гидрогелевую Атлетик. Вот эта золотая. Эмбер Голд, которая у нее она была. Тоже в каких-то пустых банках мы вам показывали. Может быть, здесь даже в новогодних. Не знаю. Интересно будет попробовать. Я думаю, что вся вот эта вот пачечка, вот прям вот так вот, это все у меня поедет со мной в летний отпуск. Потому что я в отпуске очень люблю всей этой историей заниматься. Поэтому то, что надо. Тут еще ничего, кстати. Блеск для губ. Литуалевский. Вива Веган. Липглос. Оттенок 02. Ну, это прям классика. Пока вскрывать не буду. Пока есть чем мазаться. Но это прям такой розовый холодный нюд. Как всегда. Всегда надо. Так, пробочков она сюда положила еще. Так. Тоже в поездке. Потому что, да, чтобы брать. Биодерма. Это у нас, господи, лосьон. Да. Который себорегулирующий. Тоже такое в краткосрочные какие-то поездки брать. Очень удобно такие штуки. Это зеленая линейка. Она матирующая. Мне нравится. И подходит. И здесь у нас тоже кремушек. Просто он идет. Ну, вообще больше для проблемной кожи. Но я люблю вот на жару, когда на утро. Это прям отлично. Оно хорошо матирует. Прям мне подходит. Здесь у нас пробничек. Веллюр Нуар. Крем ночной для лица себорегулирующий. Не знаю, что это такое. Бренд такой. Не знаю. Какой-то с бабочкой. Смотрите. Окей. Спаркл от Шик. Лимитированный. Вот такая штучка. Даже здесь и коробочка лимитирована. У меня, потому что один из старой линейки. Стандартный. Мимоза. Она мне в оттенке. Глизе. Глиз. Не знаю, как это правильно. Давайте глядеть, как это будет. Ой, ну это очень холодно. Это прям холод, холод, холод. Мне кажется, на зиму это будет очень красиво. Это прям вот какое-то морозненькое такое сияние. Ой, красота. Спарклы. Кстати, вот как мне кажется, вот эта лимитка по сравнению с их постоянной, она потверже. Она не такая продавливаемая, как бы это сказать по-русски. Ну, очень красиво. То есть вот можно поднаслоить и прям холод, холод. Мне кажется, на зиму это будет прям просто кайфушка. Так, еще. Это не совсем подарок. Это я что-то себе перед днем рождения заказала на ВБ. Где-то у какого-то блогера видела обзор. Думаю, надо мне тоже попробовать. Но, к сожалению, возник казус. Я что-то не додумалась на пункте проверить. То есть это такая мини-палетка бренда Nixie. То есть тут как бы к бренду претензий нет. Здесь вопрос явно к доставке, к логистике. Это мини-палеточка. Вот такая, три в одном. Вот так это выглядит. То есть здесь смысл в чем? Потому что у нас здесь румяна. Дальше мы открываем. У нас здесь скульптор. И дальше у нас здесь хайлайтер. Но в логистике что-то пошло не так. К сожалению. Стоило это, конечно, недорого. Я попробую это спрессовать. Но давайте в любом случае потестим. Я просто увидела, что сводчи мне понравились. То есть и в целом это вот такой как дорожный вариант. Она супер легкая. Но интересно, как это будет в работе. Румяна прям крайне холодные. Они прям такие барбишно-холодные. Розовые. Не думаю, видно. Не самые пигментированные. Но в целом, то есть на сильно бледненьких девочек, я думаю, что будет неплохо. Но это прям холодно. Скульптор, кстати, более пигментированный. Камера опять теплит. Он более, я бы сказала, нейтральный, наверное. То есть чем теплый или чем холодный. То есть он просто нейтральный. Только камера почему-то у меня отказывается воспроизводить это в адекватном виде. И давайте как-нибудь попробуем залезть в хайлайтер, чтобы чистый сводчик хотя бы сделать. Вот так. Кстати, чем похоже, смотрите. Прямо реально похоже. Только этот, мне кажется, более в желтинку, что ли, в какую-то, да? Мне кажется. Или в розовинку, наверное. Да. Чуть более розовый. Типа этот прям совсем холод-холод. Спаркл. А здесь что-то такое. То есть в целом, конечно, им можно пользоваться и в таком виде, но в таком виде уже с собой куда-то не взять. Потому что, ну, в дорогу, да, объективно это не пойдет. Вот. А так, то есть это вот такая крошка, которая вот прям реально занимает ничего. И очень удобно. То есть я попробую спрессовать, и реально это будет очень удобно с собой куда-то возить. И последнее. Но, скажем так, самое такое то, что, наверное, долгожданное. Конечно, золотую яблоку, конечно. Ну, что еще, да? Здесь у нас парфюм. Это у нас Essential Parfums. Парфумс? Не знаю. Аромат Boys Imperial. Ну, я думаю, что кто увлекается парфюмерией, здесь все знают. Да, этот аромат, это прям пушка. Я вставлю нотки. Давайте, он прям, вот я еще не вскрывала ничего. Прям все при вас. Давайте посмотрим его. И понюхаем. У нас здесь вот так 100 миллилитров. И давайте тестить наконец-то. Да, это очень вкусно. Ну, на мой нюх, на мой нос. Это прям кайф. Плюс я здесь еще ловлю какие-то ноты вот. Чего-то очень знакомого. Может быть, на какой-то старый парфюм похоже. Но у меня еще какие-то, скажем так, флешбеки идут с детства, что где-то я этот аромат, ну, похоже, по крайней мере, да, чувствовала. Поэтому это прям все как-то очень так приятненько. Поэтому с удовольствием буду пользоваться, конечно же. Вот. Но я прям очень рада, потому что он у меня висел во фрагрантике, скажем так, в миш-листе, да. То, что там, ну, кто сидит на фрагрантике, знает, да, что там есть полки типа у меня есть, у меня было и хочу. Вот он у меня был в хочу. Вот. Теперь ушел, соответственно, уже у меня есть. Я очень рада. И последнее покажу. Это не бьюти, но я все равно хочу показать. Это, скажем так, приветик из Петербурга. Подруга заказала мне постельное белье. Ну, на ВВ, чтобы я сходила, забрала. Бренды Котики-Котики. Конечно же, с котиками. Смотрите. Вот. Такие котики на чиле. Здесь просто за счет упаковки, ну, не все видно. Я еще не вскрывала и не стирала. Вот. Здесь комплект. То есть, за счет того, что, то есть, там она под определенные размеры кровати, это все заказывала. Получила все по отдельности, а не комплектом. Вот. Ну, в общем, вот. Такие киски. Вот. Ну, то есть, кошачья тема, как бы, кто-нибудь всегда порадует кикотиками. Вот. Теперь точно все. Если еще будут бьюти-подарки, тоже уже будет отдельное видео, потому что здесь я что-то уже и так наговорила почти на 20 минут. Хватит. Безумно благодарна за подарки. Очень приятно. Как вы мне хорошо все знаете, дарите то, что я хочу, то, что я люблю. Тут и волосы, парфюм, котики. В общем, просто безумно рада, безумно приятно. Всем огромное спасибо. Всем, кто что дарил, поздравлял. И вам, конечно же, мои дорогие подписчики, кто в день рождения, да, мне под видео оставляли теплые слова, поздравления. Очень приятно. Все. Заканчиваю болтать. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.